Съедобные грибы Можно встретить, например, личинок насекомых, таких как личинок разных комаров, личинок мух, но не только маленькие различные личинки и слизи, но еще и конкуренты покрупнее есть. Например, различные млекопитающие. Всем уже известно, что те же кабаны разыскивают под землей трюфели. А есть ли у нас в Эстонии, например, трюфель? И какие виды, если есть, бывают? Вот об этом можно тоже подробно узнать на нашей выставке. В фокусе выставки в этом году конкуренты людей за получение в лесу аппетитных грибов. Будет подробно рассказано, кто именно и почему живет в них и питается ими. Означает ли червивость гриба его пригодность в пищу для человека и вообще, всегда ли червяки в грибах видимы человеческому глазу. И главное, традиционно все грибники могут обратиться к специалистам за советом и узнать, съедобны ли их находки. А самые необычные, красивые и интересные грибы можно даже оставить на выставке в качестве экспоната. Золотое правило грибника – не знаешь, гриб не бери. Но на этом правило грибника еще не заканчивается. Конечно же, самое главное и другие есть пункты. Во-первых, не брать грибы около дороги. Это понятно, примерно 200 метров уж точно около дороги нельзя брать грибы. В черте города, соответственно, тоже. Следующее правило – микроволновка не заменяет кипячение. Это следующее такое очень важное тоже правило, потому что очень многие люди этим пренебрегают. Ну и, конечно же, не знаешь, гриб не бери его. И червивость не указывает ни в коем случае на съедобность гриба, потому что те же самые бледные поганки могут быть вполне себе червивыми. В них может развиваться, например, личинки, насекомых. Очень просто. Порой даже очень благородный на вид гриб может оказаться ядовитым, и тогда потенциально вкусный ужин может легко превратиться в опасный для здоровья, а может и жизни. Но в лес мы все-таки отправляемся не за поганками. Именно поэтому в фокусе выставки также будут мало знакомые жителям Эстонии съедобные виды грибов. Выставка в Музее природы будет открыта до 24 сентября. В ее рамках пройдут и интересные лекции на эстонском и русском языках. Подробнее ознакомиться с программой можно на домашней страничке Музея природы в интернете. Продолжение следует...